Всех с воскресным днём, с принятием Таин Христовых. Мы сегодня говорим о святителе Григорие Паламе, который утверждает, что свет, который осиял на горе Фавор Спасителя, и который видели апостолы, он есть нетварный, он есть неземного происхождения. Мы не можем постигнуть Бога земными законами и вместить любовь Божию в наши рассуждения и в те знания, которые даёт нам этот мир, временный мир. У нас есть вера, вера в то, что Бог может из ничего сделать всё, что в Боге есть такая благодать, которая может перевернуть все законы этого мира, но этот мир не хочет принять, принять это познание, это путь через веру, через чудо Божие. Он всё пытается проанализировать, всё, везде рассудок, везде есть человеческое какое-то, понимаете, человеческие принципы и законы. Можно быть очень грамотным, образованным, одарённым человеком, но абсолютно быть слепым в духовной жизни. Можно изучить всё, что можно изучить в этом мире и быть невеждой в области духовной. А были простецы такие, монахи, которые, может быть, и грамоты особо не знали, но в этих людях был Дух Божий. И они Духом Святым могли постигнуть те вещи, которые недоступны уму, одарённому, великому уму, но не смиренному уму, но уму, в котором нету благодати Божией. Поэтому, конечно же, сегодня мы говорим, да, у нас медицина, у нас сейчас психология, всех направим к психологу, всех мы вылечим, всем мы дадим правильный диагноз, и все будут счастливы. Но это на иллюзии, это обман, друзья мои. Есть Христос? Неужели Он хуже разбирается психологов? Есть Христос, который лечит нас своей любовью, но Его лечение не связано с тем, чтобы мы получили облегчение сию же минуту, и чтобы нас не перестало всё болеть, и чтобы мы побежали куда-то. Может, мы не туда побежим, может, нам не надо бежать, может, ползти надо, тогда далеко не убежим. Понимаете? Нам нужно доверять Богу, а этот мир пытается в нас выбить веру. Понимаете? Выбить веру. Это самое страшное, что может быть. Уже, понимаете, чудеса, которые были раньше, это уже мифология для многих образованных. Это же уже было так, знаете. Те чудеса, которых мы читаем в Житии Святых, это уже для многих современных, даже священников. Уже это что-то такое, понимаете. Да. Ближе к сказкам. Но в нашей жизни были чудеса. И, наверное, каждый из нас знает это чудо, которое случилось в его жизни, когда, вопреки всем разуму, всей логике, мы все-таки дошли до храма. Мы все-таки открыли свое сердце для Божьей любви. И она, эта Божья любовь, нас меняет, полностью меняет. Мы должны стать новыми людьми. И мы станем новыми людьми. Потому что так хочет Бог. Потому что в этом Его благословение. Поэтому, конечно же, мы же не против знаний. Мы не против врачей и всяких других изобретений, которыми сейчас насыщен этот мир. Мы просто за то, чтобы сохранить доверие к Богу. Детское доверие. Будьте как дети. Простое, понимаете? Где просто с Равимом Сарусом, Амбросий и Оптинский, там ангелов доста. А где мудрено, там нету его, ни одного. Понимаете? Мы должны не идти на поводу этого мира, который нас пытается напичкать какими-то знаниями. А когда дело дойдет до практических каких-то вещей, понимаете, эти знания окажутся макулатурой. Потому что мы не сможем смириться, мы не сможем уступить, мы не сможем промолчать, мы не сможем полюбить человека, который, может быть, сегодня нас отвергает и обманывает. Значит, мы не сможем идти за Христом. поэтому, конечно же, мы с вами пришли в храм и мы благодарим Бога, что у нас есть преемственность, что уже сотни поколений молились в храме и оставили нам свое драгоценное наследие, свои писания, свои учения, которые были даны им, Богом. этим мы пользуемся. И мы знаем, что этот свет Христов нетварный свет, он касается каждого из нас. И в эту минуту мы уже преображаемся, мы становимся новыми людьми. Это может быть минута очень короткая, но в эту минуту мы чувствуем всю полноту жизни. И ради этой минуты стоит жить и терпеть многие годы. а может быть и всю жизнь. Ради того, чтобы эта минута пришла к нам. Вы посмотрите, что делает этот мир, как он людей выхолощивает, как он из людей делает умных, образованных, но духовно абсолютно невежественных людей. Потому что не нужен в этом мире Христос и не нужна здесь любовь. Здесь нужна логистика, логистика жизни, как бы не прогадать, как бы не сделать чего-то лишнего, как бы не потерять чего-то. И в этой логистике мы проигрываем, потому что мы спускаемся вниз, мы становимся на эту землю, от которой мы должны подняться. Понимаете? Рано или поздно, когда душа будет уходить из тела, она должна подняться кверху. А если она живет только землей и тем, что ей дает земля, в том числе и знаниями, и законами, она не поднимется, потому что веры не будет, потому что она будет очень тяжелая, и она не поверит, что она бессмертна, что ее ждет Царство Небесное, и ждет любовь, она будет рассуждать, а как это может быть, а что это, понимаете, и это будет поражение, это будет уже проигрыш. Поэтому, конечно же, нам нужно укрепляться в вере, нам нужно стяжать этот Дух Святой, который сегодня, конечно же, мы его, этот Дух Святой закрываем от себя, мы его забрасываем нашими грехами, но тем не менее, все равно Господь пробивается в наши сердца, и сегодня Он нам дал радость встречи с Богом, когда мы приняли причастие, которое является истинным телом, истинной кровью Христа, во здравие души нашего и тела, понимаете, и здесь никакая логика не поможет, не верит человек, он боится, что он заразится, понимаете, так он боится, потому что он не верит, что это тело и кровь Христа, что в этом есть вообще наше спасение, что это самое важное, что это самое святое, что может быть, это Христос, он в это не верит, но он верит в инфекции, в микробы, и прочие, прочие вещи, которые, к сожалению, понимаете, они есть в этом мире, их очень много, мы все построены на микробах, и душа наша тоже вся в микробах греха, но мы знаем, что у нас есть врач, который пришел в этот мир спасти грешника, и я первый из низ, сегодня у нас вечером в полшестого будет первая пассия, Евангелие от Матфея, так, остальное все, остальное все, сейчас подождите, по-моему, сейчас подождите, слушайте, а благовещенник не дарует, а какой день был? благовещенник, так, так, так все на этом, я думаю, уже благовещенник на этой неделе, нет, все, все в порядке, у нас две литургии преждать священных даров вечером, и одна в пятницу утром, утром и вечером в среду, так что слава Богу, слава тебе Боже, слава тебе Боже, слава тебе Боже, слава тебе Боже. Счастливый боже, Продолжение следует...